Здравствуйте, друзья! С вами Dice, и сегодня вечером мы продолжаем проходить The Gear Fall. Очень старую и крайне запутанную игрушку, но, по крайней мере, помнится, что на предыдущем стриме я обещал, что часть всей вот этой мешанины и путаницы я пропущу. То есть те вещи, которые очень нудные, связанные с прокачкой и не связаны с сюжетом. Вот, поэтому я поднял персонажа до пятого уровня. Он у нас находится сейчас в гильдии бойцов здесь вот. А, тем временем, кстати, привет тем, кто смотрит, и привет тем, кто будет это в записи смотреть тоже. У нас сейчас у персонажа, как вы видите, пятая левила. Я качал в основном выносливость, она уже почти соточка. И это очень важно, потому что каждый раз, когда я его прокачиваю, она повышает наше количество хитпоинтов, получаемых с каждым уровнем. Ну, то есть, как обычно в серии Zelda Scrolls, если вы не качаете выносливость сразу, то потом вы об этом жалеете. Это как бы такая вот фирменная фишечка Бехезды, когда они уже из раза в раз делают одну и ту же ошибку, не давая ретроспективных изменений хитпоинтов от выносливости. Привет, Грозмун, нам привет-привет. Go Dunge, говорит, тепло. Да, конечно же, все мы обожаем данжи. Я буду сегодня ими обмазываться полностью, ну, потому что данжи-то классно, ведь согласитесь, кто их не любит, в конце концов. Ну и что у нас? Из основных скиллов у нас уже Longblade на 50%, критический удар на 40%. Немножко вкинул я, ну, самую малость, в Томатургию на 32%. И нам, вроде бы, в гильдии магов за это дали повышение в ранге. Ну, а в остальном, тут какие-то за квесты выдали бесполезные вещи, но это, я скажу честно, совершенно бесполезные. Потому что они позволяют использовать ледяной шторм. Чё, серьёзно? Зачем он у меня вообще? Slow Falling, да у меня есть такое заклинание, больше не хочу. Бесполезные брейсеры без каких-то энчантов, ну, в общем, такие дела. Квесты какие-то без нас не проходил? Нет, нет, никаких квестов сюжетных, в смысле, я не проходил. А кроме сюжетных, других особо не бывает. Вот, потому что все остальные, это сгенерные под копирку одной и той же квесты. Так вот, нам тут дали письмецо, курьер прибежал, говорит, что вот, держи, им тебя просили срочно передать, иначе никак. Королева Дагирфола, Аубк Ай, просит, что ей нужна ещё помощь. Вы помните, что до этого, на предыдущем стриме, мы бегли к её мамашке, нульфаге, в замок, где там было всё очень запутанно, и прямо по хардкору. Но мы её нашли в итоге. Как дела с Тёмным Братством? Ой, Шикс, да, Шикс тут про Тёмным Братством напомнил. Ну, в общем, с Тёмным Братством всё плохо, у меня минус 35 репутации. Минус 35, вы себе представляете, что это значит? Это значит, что банально мне её восстанавливать придётся, ну, долго, реально, там, 3,5 года, естественным путём она будет до нуля восстанавливаться. А если мы будем каким-то образом пытаться её восстановить, то нужно для этого специальные квесты проходить, которые можно альтернативным путём пройти. То есть там нужно сдавать будет Ассасинам Тёмного Братства людей, которых мы будем защищать. Это знаете, из-за чего у нас упала так наша репутация? Из-за того, что я выполнял квесты в гильдии магов, и там просили защищать каких-то магов. Типа, вот он там должен до трёх ночи просидеть, а потом телепортнётся, ну ты его от Ассасинов-то защитишь. Я думаю, конечно, окей, вообще не вопрос. Ну и Ассасины в итоге обиделись на меня, говорят, я какой-то слишком правильный. Халявный Слоуфол может спасти, говорит Грозма, если загуляешься в левитации. Ну, может быть. Риты норм работают или как в Скориме? А кто такие Риты? Риты, Риты, Маргариты. Так, да-да, здравствуй, Албой. Так вот, королева, говорит, помощи нужна её честь. И что-то там ещё... Ну, в общем, она вспоминает то дело с нульфагой, не буду до конца переводить. Так, please meet with me at cost. Ага, и просит ещё раз встретиться в замке Дагирфола, говорит, ещё дела есть. Ну, как бы не вопрос, мы сейчас находимся где? Где-то, наверное, нужно нам на восток и чуть-чуть на север, чтобы в замок попасть. Да-да, я, конечно же, решил полностью пройти Дагирфолл. Ну, просто на меня что-то нашло, я немножко ударился головой, видимо, неудачно. Вот, приснился мне страшный сон про Дагирфолл. Упал я с кровати головой прямо на пол. И после этого заразился мысль, а давайте я пройду его до конца. Это странное происшествие, скажу, вам ничего не... Ничего не попишешь, вот теперь приходится проходить. Мы соглашаемся с правилами замка, входим сюда и обязательно сохраняемся. Потому что, как говорится, кто сохраняется, тот долго проходит... Ну, точнее говоря, у того игра потом не багует и не портит сейвы все в хлам. Так, надо на разные сейвы, на разные слоты сохраняться почаще. Ну, и вот, видите, как раз подходящий. Это будет у нас 43 сейв. С той же самой мордой на картинке, между прочим. И, окей, говорим с ней. О, Дайсмастер, я даже не знаю, как перейти к делу. Я хочу, чтобы ты промещал мне честью своих предков, что ты сделаешь все, что можешь, что помочь мне. И никогда не проронишь ни слова о том, что увидишь кому-либо еще. Как ты клянешься? Да, конечно, я даже не знаю, кто мои предки. Так что я могу поклясться всем, чем угодно. И, в общем-то, потом спокойно, абсолютно, ни о чем не беспокоясь, все клятвы отправить в утиль. Ведь, правда, нам никто не мешает. Ну да-да, клянемся, конечно. Я тебя буду доверять, Дайсмастер, говорит она. Это вообще есть определенное дело, которое беспокоит мою течу. А не течу, это как ее mother-in-law для нее. Эта теча была бы для ее мужа, ее мать. Э, пофиг. К своей крови, в общем, ее беспокоит. Деменджер Квин в Даггерфолл и Видо в Лосандос, Менесера. Менесера, предыдущая короля Даггерфолла и, собственно говоря, вдова Лисандуса, самого короля Даггерфолла. Это вот она ее, типа, свекрови. As mistress of the household finances, I have not said that she has been paying for upkeep. Ну, в общем, как смотритель за монетой, как вы знаете, есть такая должность в каждом королевстве. Я заметил, что она платит за аренду или что-то там, какой-то крепости, которая называется замок Некромоган. Который, еще и ко всему прочему, содержит большой там отряд солдат. Совсем недавно... Она исчезла с кипы бумаг каких-то и вернулась несколькими днями. Позже с пустыми руками. А недавно она опять пропала с другим ворохом писем. И мои шпионы проверили, что она была замечена на пути в вот этот замок Некромоган. Да-да, привет всем, мать законе. Помню, помню, я еще когда проходил Бетту Пепперс Плис, я тоже такой, mother-in-law, что бы это могло быть? Вот, мне потом, конечно, ждали по мозгам, рассказали, что это теща. Но тут как бы все ладно, проехали. Так, а есть ли смысл отграть полностью магом без обычного оружия? Ну, или хотя бы магом с короткими клинками? Ну, с короткими клинками имеет смысл, наверное, да. Да и вообще магом... Единственная проблема монопул, конечно, но... Я вот магом просто... Сам-то, конечно, не играл, потому что я вообще играю, по сути, чуть ли не в первый раз. Предыдущий раз закончился очень печально. Он был два года назад, и я не выдержал просто этого ужаса. Ладно, продолжаем читать. Тебе придется довериться моим подозрениям. Но, к сожалению, говорит, я не могу предоставить доказательств. Что я хочу от тебя? Это отправиться в этот замок и найти примеры вот этих писем и любую другую информацию о ее действиях мини-сфера возвращаются через 16 дней. Так что у тебя нету времени, я боюсь. Давай, удачи тебе, говорит она. Ну вот, нам нужно отправиться в замок и искать письма. Знаете, это такой замечательный квест, который заключается в том, что мы опять идем в подземелье, и там обмазываемся просто вот этими коридорами. Перед тем, как уходить, конечно же, я сделаю здесь анчор. Давайте сделаем анчор. Некромоган, да. Можем отправиться просто на пролом, совершенно неосторожничая. Это сократит нам время где-то в два раза. Кстати, заметьте, сколько у нас золотишка. Почти 20 тысяч. О-хо-хо. Мать законе. Ну да-да-да. Так, больших коридоров... А, больших коридоров, богу коридоров. Ну да. Отправляемся туда. И что мы видим? Темнота, ночь, дождь идет. Нифига не заметно. Где-то здесь должен быть вход в замок. Но я его не вижу, к сожалению. Это, видимо, один из тех замков, которые как бы есть, но как бы нету. Обычно мы находимся как раз прям лицом повернуты на замок, если мы даже... Так, где-то... Где бы мы не были. И я что-то вот смотрю. К сожалению, я вход не вижу. Тем более, ночь темно. Я уже ушел, наверное, далеко. Это прошло уже. Говорят, давайте-то вернемся обратно. Можно ли купить дом на 20 тысяч? А зачем нам дом? Опа. Я вижу кого-то. И тут кто-то пытается меня стрелять. Как ты гребаный арчер. Волдбой говорит, я не удивлюсь, если этот замок выглядит как землянка. Да-да-да-да, именно. Это такое модно. Скорим, чтобы твои пека тянули. Да-да-да. Мои пекарские видеокарты и процессоры никак не тянут. Ну, особенности, вы понимаете же, когда стримишь, то очень большая нагрузка на процессор добавляется. Дорогая... О, дома по миллиону? Серьезно. Дидрические доспехи от стака за кусок могут стоить. Что-то прям как-то все плохо. Ну и где? Где, господа? Не, серьезно. Что-то ничего не понимаю. Вот я вот здесь вот где-то появился, отправился на восток. Теперь я на запад возвращаюсь, типа. И ничего не вижу. Привет, Алгол. Вот он, Даггерфолл. Даггерфолл просто няшка и душка. Как только вы где-то окажетесь, вы обязательно потеряетесь просто. Без вариантов. Я чувствую, что это судьба. Все. Тлен. Когда надпись наверху есть, это значит, что ты в одной ячейке со входом в данж. Надпись наверху. Надпись наверху. Я хочу надпись наверху. Надпись «Появись, пожалуйста». Я тебя очень прошу. Иначе я буду вынужден загрузиться, может быть. Хо-хо-хо-хо-хо. Представляете, какая угроза. Что-то там мелькнуло где-то вдали. Мне показалось, наверное. У меня уже галлюцинация. Все, ктаны. Ты не туда идешь, говорит Маджести. Ну да, конечно. А куда надо идти? Ну ты скажи, пожалуйста. А то я как-то теряюсь немножко. У меня топографический кретинизм, как это называют умные люди. Да все, это конец. Ты умрешь тут с голоду? Конечно. Да. Не спорю, обязательно умру. Может быть, даже пару раз. Ты уже по глобальной карте можешь вернуться к данжу. Ты далеко отошел, говорят. Ну окей, окей. Давайте посмотрим. Мы находимся здесь. И отправляемся еще раз. Вот я здесь нахожусь. Давайте засейвимся. Назовем этот сейв. Так. Просто по прямой иди и все. Обычно помогает. Ну вот я по прямой иду. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Стой справа, холмик. Холмик, где ты? Холмик, я тебя найду, зараза. Возможно, прямо на север, говорят. Нет, обычно на восток нужно. Куда-то. А, во-во-во-во. Холмик, холмик. Вы посмотрите. Надо же быть, не может. Мы его нашли. Я-то думал, все, уже потерялся. Неплохое начало. Конечно, неплохое. В Даггерфоле так всегда. О, еще отличнейшее начало. Это вода. И нам нельзя отдыхать, потому что рядом враги. А у нас маны нету. Просто супер. Друг, что ты тут лежишь? Вставай. Уже полночь. Время просыпаться. Что это за черепа? Эй. А ты-то откуда появился? Да. Опасно тут. То сзади подойдут. Да, еще откуда-нибудь. Я уже не собираю различный хлам, который мне не нужен. Просто когда денег много, то брать разные доспехи, которые почти ничего не стоят, это плохая идея. Кто-то говорил мне, что вот этих ребят можно прокликать. И бывает, бывает. Внезапно, что что-то произойдет. Нет, не происходит. Самое время сохраниться, говорит Алан Брэк. Да я сохранялся. Нормально, что уж там. Вообще, говорят, сохраняться нужно регулярно. Каждые полминуты. Пей потку. Нету потки. Или есть, но мне лень. Дверь, откройся. Так, нам, по-моему, насколько я помню, нужно было найти письма. Стоп. Откуда нас второе письмо? Принц Латун отправил нам послание из замка Сентинель. То есть, пока мы, видимо, добирались сюда, он нам прислал еще одно письмо. Здравствуй и приветствую тебя. Я надеюсь, что твое путешествие было без приключений прошло. Говорят, что кто-то там заинтересован в нападении над Гирофолл. Мой отец, король Лисандус, где-то близко. Ты должен навестить меня. Я могу пролить немного света на события, которые связаны с Лисандусом, говорит он. Принц Латун и в замке Сентинель. Ну, к нему мы тоже обязательно доберемся. Привет, мой любимый стример, говорит Александр Кот. Что ж, тебе тоже привет. И Хоук, тебя тоже приветствую. За что, Блевион, не любишь отличнейшая игра? Ну, не люблю я его в первую очередь за то, что Блевион крайне и крайне уныл и однообразен. Сказать честно, то само измерение Блевиона это просто какой-то трэш. Оно настолько ужасно, поскольку это может быть. Плюс, ко всему прочему, сама по себе вот такая вот атмосфера дженерик фэнтези, ну, такого прям вот средневекового обыкновенного фэнтези, она не очень крута, она довольно избита и не сильно-то харизматична. Вот за это я Блевион в первую очередь не люблю. Ну, да и ко всему прочему, мне очень не нравится система прокачки, которая, как оказалось бы, с одной стороны, вроде бы такая же, как и в большинстве других частей серии, там плюс-минус. Но вот что в Муравинде, что в Обливионе, есть огромнейшая проблема. Вообще вот в Обливионе проблема с фото-левелингом это раз, потому что от него там все зависит банально, вот прям вообще все. Вот до последнего момента. Это вот очень неприятно. Потому что в Муравинде так не сильно выражено, там очень много просильников, которые не скелятся с уровнем. Там не появляется бандитов доедрической брони, насколько я помню, на каждой второй дороге. Что бандиты в доедрической броне в Обливионе, ну это норма как бы. Каждый второй бандит, или даже может быть каждый первый, может себе позволить нормальную доедрическую броньку. Это же в конце концов нормальная, хорошая фэнтези, а не какая-нибудь дешевка, где все в лохмотьях ходят. Так, кто там у меня стреляет? В Обливионе слишком много калипипаста, а в Баггерфоле прям норма. Ага, говорит мадманчик. Да не, Баггерфол на самом деле это олицетворение всей этой тьмы, ужаса и мрака, которая есть и в Обливионе отчасти. И вообще в играх, которые пытаются сделать разработчики не особо опытные, когда они реализуют свои мечты, типа, ой, мы сейчас наворочим такую игрушку, что просто все будут, наверное, от зависти умирать сразу же, как только увидят. Ну, другие разработчики в смысле. Так, я пока не спускаюсь ни по каким путям вниз. Тут, конечно, много различных звуков, шумов. Давайте посмотрим на эти коридоры. Возможно, здесь есть какая-нибудь секретная дверь. Потому что такое бывает. Я уже наблюдал подобное. Да, Баггерфол там есть. И мы мимо нее прошли. Опять прошли. Серьезно? А это секретная дверь или нет? Да, прям секретная дверь рядом с нами, вот здесь вот. Опа! Сим-Сим, откройся! Так вот, насчет Обливиона. Там, конечно, подземелья вообще сущая копипаста. Обливиона тоже сам по себе копипаста стопроцентная. И вот это какое-то однообразие уныне навевает жуткое. Я вот сейчас играю в Даггерфол. И я, конечно, спорить не буду Даггерфол. Наверное, хуже в десятки раз в этом показателе. Но в Даггерфол я играю совсем не из-за этого. В Даггерфол я играю, потому что это гребаный олдскул. Олдскул это классно. Олдскул это сразу плюс пара сессин к просмотру. К зрителям. Так, а Даггерфол с нормой гранью получилось хотя бы по масштабам не меньше Даггера что? А, Дварфортрес. Хотя бы по масштабам не меньше Даггера. Тепло. Но это на самом деле странное очень сравнение. Я бы сказал, просто очень-очень странное. Что Дварфортрес происходит на маленькой карте. Плюс-минус. Ой, кто-то принёс в жертву пони, наверное. Адского пони. Жесть. Не знаю, что это. Она выглядит ужасно. Так что я хотел вам сказать насчёт Дварфортреса. Если смотреть режим приключения, который адвенчер-мод и который как раз как рогалик, то я его не осилил, например. Я потерялся с самого старта. Я просто потерялся в огромных подземельях Дварской крепости сгенерированной. И я не знал, что делать дальше. Просто вот серьёзно. Не имел ни малейшего представления. Я пропутешествовал там очень долго по пустым коридорам. Светил пару неписей, которые ничего не могли мне интересного сказать. Так. А, собственно, стратегический режим происходит на маленькой карте. И стратегический режим в этом плане совершенно не то. Ну, то есть он не такой ужасный. Так. Обливиум от Олд Скул. Нет, Обливиум от не Олд Скул, а от Герфол. В Герфоле есть то, чего в Обливиуме нету. Это харизма. У Герфола просто невероятная харизма. В первую очередь это вот то, как ощущается атмосфера подземелья, атмосфера городов, квеста. Всё очень-очень такое суровое, мрачное. И такая вкусная. Так, а здесь у нас секретных дверей нет. То, знаете, всякое бывает. Вообще, когда вы долго играете в Даггерфол, вы потихоньку начинаете замечать какие-то закономерности. Вы видите одинаковые блоки, вы знаете, чем они заканчиваются. Как вообще, куда идти дальше. И со временем, то есть там где-то, наверное, через пару месяцев игры, вы сможете ориентироваться в пространстве легко и непринужденно. Как настоящий профи, который повидал уже всякое, который может дать прикурить этим подземельям. Но до того, как вы доберетесь к такому состоянию, пока вы прокачаете свой собственный скил, вам придется страдать долго. И очень-очень больно. Вместо того, чтобы заставлять страдать вас, я, можно сказать, беру все страдания на себя и страдаю здесь вот так вот, лично. Привет, ткач, тебе тоже. Когда скорим котейка, скоро обязательно нам нужно закончить, во-первых, там Драгонборн. Ну, не Драгонборн, а Солстейм убраться. И тогда можно будет взяться наконец-таки опять-таки за основной квест. Мы еще там не убили этого гребаного Алдуина. А еще квесты Темного Братства, квесты Гильдии Воров. Кинг Эдвард, Король Эдвард. Часть 4, написанная на Нимусом. Ну, тем самым, который в маске из ВФ Вендетта. А-а-а, говорят, ничего нельзя больше тащить, все очень плохо. Так что мы можем выкинуть лишнего? У нас откуда-то такой перегруз, Адов? Откуда-то просто реально, Адов, перегруз. Так, что можно выбросить? 2 500, 100 золота. Все хорошее такое. Можно, по идее, пойти сейчас взять, выкинуть нам в обоз нашу ношу лишнюю. Кто тут в меня стреляет? И кто тут такой хитрый? Так, иди сюда. Золотишко возьмем. Бродсорт, конечно же, брать не можем. Когда Данжен Кролл? Данжен Кролл, возможно, завтра будет. Возможно, спонтанненько поиграю в Данжен Кролл там днем где-нибудь. Потому что хочется мне в Данжен Кролл замага попроходить. Так, сердце Дайдра, конечно же, обязательно берем. Какой основной квест? Дом же строить надо, говорит, Кипло. Ну да, есть такой тоже. Нам нужно больше домов. Потому что котики, они любят домики. Маленький домик где-нибудь в тельской местности. Это маска Гая Фокса. Ага, ну да, Гая Фокса. Так, что там я про анонимусы-то говорил, я уже не помню. Книга анонимусом была написана. О, письмо нашли. Офигенно. Даже, наверное, картины не буду брать. Потому что места нет уже. Сколько у нас там? Да, у нас место вообще почти полностью занято. Письмо очень сильно обожжено. Но некоторые слова можно разобрать, говорят. Это только одно письмо. Их там надо несколько найти, насколько я помню. Можете подумать, зачем я взял Кирасу. У меня текущая Кираса. Она магическая. И она скоро даст дуба. Вполне вероятно. Примерно во сколько Кролл ждать? Да не знаю я. Следите за анонсами. Подписывайтесь на ВКонтакт или на Твиттер. Ссылки все внизу есть. Там вы найдете подробную информацию. Ну и что у нас тут за грешки такие вершки? Всякая ерунда. Да, и кроме Скорима во что-нибудь поиграть. Есть желание? Ох, сколько у меня желания поиграть во все подряд. Вы себе не представляете на самом деле. Игр запланированных тьма. Времени только не хватает. Единственное, что... Прям вот, прям совсем не хватает. Так, ну что, полутали письмо. Это только одно. Но, насколько я помню, нужно несколько набрать их. Леттерс, да. Может, там числе три их там, что ли, нужно. Покажи, как зелья в дагере варятся. Очень хреново они варятся. Нужны рецепты, тонну ингредиентов. И после всего этого вы получаете левенькое зелье, которое занимает место. И банально вам ничем не помогает. Кругом золотишком, куда ни плюнь. Эти кинжальчики просто страсть, как хороши. Ну, а их, к сожалению, натащить опять ничего не могу. Что же делать? Золото, что ли, выбросить? Да нет, вот эту всякую ерунду повыбрасываем. Там, цветочки, нафиг. Нафиг. Вершки-корешки. О, что это у нас тут? Короткая туника. Стоит дорого. Казалось бы, зачем тебе больше денег дайся? Плюнь ты уже. Плюнь. Что-то мы тут переключатель включили. А, ну это лестница, да? Очень, говорю, подъемник. Ой, ехать на нем или нет, даже не знаю. Давайте поедем. Велик. Так. Так. Пока.